Час назад где-то, 30-е сегодня, сентября 2019 года, час назад обработал маслом полыни, до сих пор идут такие вот облеты, массовая реакция на обработку. Заметил визуально клеща в некоторых семьях, поэтому решил, полоски не стряхивал, а прямо так сразу мочил, чуть-чуть так раз, трусанул и сразу ставил, чтобы концентрация была побольше. В общем, идет такой облет, духанчик стоит такой, ух, вот, пасеки хотел снять, тут я где-то видел, а вот, сейчас я вам сниму, в общем, вот видите, сейчас я приближу, сейчас увидите. Ну, пчела сюда массово так вывалила. Пчеле, конечно, да, ее тоже, ну, как бы, ей неприятно, понятно, такая концентрация, газовая камера получается. Но она выживает нормально все, в общем, проверено уже сколько лет, выживает, а вот клещ не выдерживает такой концентрации. Он либо при облете спрыгивает с пчелы, либо гибнет потом, потом их пчелы выносят, выкидывает, то есть я это наблюдал не раз. Так, тут у нас происходит, вон, кстати, сейчас покажу, где она тут у нас, вот, оса пчелу, в общем, под мор, забирает съедать. Вот она, что с ней делать? Хищник забирает, уносит, то есть я с осами не борюсь, пчелы у меня хорошо сопротивляются, а вот мертвых всяких больных они, вот, забирают и уносят, то есть тоже санитары по-своему. Ежики санитары, пасеки, и осы тоже санитары, пасеки. Я сейчас хотел еще показать вам, что происходит, как бы, ну, так как я не ложил полоски, чтобы они подсохли, вот, видите, на эту пчелу попала, короче, полынь, сейчас покажу. Вот так вот она выглядит, вот такая она становится, сразу у нее волосы выпадают, это моментально происходит. То есть, когда я ставил полоски, эта пчела контактировала с полыней этой, на нее натекло, в общем, покапало. Увеличил дозу, пришлось увеличить дозу, потому что, сейчас замечаю, много повыходило с расплода. Ну, как много относительно, ну, то есть, я его визуально вижу, это мне не нравится. Поэтому решил посильнее бомбануть, по две полоски здесь не ставил, ставил все-таки по одной, но не за ней ложил их сушиться, как я покажу, а сразу. В общем, намочил ее, чуть-чуть струсил и сразу давал, в общем. Ну, а, получается, с них где-то еще капало, вот где капало, ну, это буквально тут вот, там, две-три пчелы. Вот, и, сейчас я покажу, где тут. Вот есть пчелки, которые были больны и ослаблены, короче. Вот они лежат, раз, два, три. Я вижу, и где-то тут четвертая. Сейчас. Ну, и вон там пчелы, видишь, уже выносят. Короче, вы поняли, да, у меня сейчас память закончится, просто тут заливается вам видео. То есть пчелы, которые слабые, они вот так вот гибнут. Которые пчелы нормальные, здоровые, они выживают, в общем, все с ними нормально. Ничего с ними не происходит, вот у них такая реакция, они облетываются сейчас. Да, естественно, это для них стресс, но, знаете, это лучше. То есть это комплексно, комплексно, масло полыни комплексно. И от мазематоза, и от акарапидоза, и, в общем, комплексное лечение. Обработка комплексная идет. Вся слабая пчела, больная, выкидывается вот тут вот. Сильная выживает, слабая не выживает. Погибает. Как-то так. Ну, а что сделаешь? Надо бороться. Понятно, что неприятная для пчелок процедура, но они ее переносят, стойка. Молодцы. Это лучше, чем химии кучу лить ули. Это природно. И работает стабильно. Ладно, все. Масло полыни, короче, рулит. Спасибо за просмотр. Всем пока.